Приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим и сегодня у нас необычный выпуск. А почему он необычный? Да потому что я буду обозревать не ниндзя, а целую команду. А почему я решил начать эту рубрику? Да потому что я нашел команду, которая меня поразила. Мало того, я ее даже не сам придумал, я подсмотрел и попытался повторить. И она оправдала все мои ожидания. Я видел вот такую вот команду у топовых игроков Земли на старых серверах. То есть, ну на серверах, которые первыми открылись, естественно, эти всемирные англоязычные сервера, я имею ввиду. В общем-то, вот такая вот команда. Здесь ГГ земли, как вы видите, вот с такими вот параметрами. Ну не обязательно. Здесь, кстати, можно змею поставить золотую. Тогда будет не 7, здесь даже 6. В общем, будет 8 комбо, если у вас будет золотая змея еще. Значит, красный Рокли, желательно трехзвездный. Ну, хотя и двухзвездный тоже сойдет, но его могут убить в первом раунде. Потому что будут фокусить и рука. Опять же, можно хоть 5-звездного, но как бы 5-звездный дорогой, поэтому такие вот дела. Вам придется его купить, потому что вы знаете, что он собирается или очень долго, или же покупается за купоны. И Аноки. Аноки, он практически только в этой линии используется. Его больше особо некуда применять. Еще с огнем его как-то используют. Но, в общем-то, прикольный парень. Он здесь, потому что у него поле хорошее, и обилки хорошие. И вся команда, как вы видите, у нас настроена на тайдзюцу урон. В общем-то, что делает и когда? Ну, давайте я просто покажу вам, как это работает. Даже на арене. Возможно, удастся прямо сейчас показать вам, как на автобое эта команда всех побеждает. А она побеждает практически всех, кроме Мэй Тэруми команд, Стэн Тэн Войны и так далее. Ну, хотя там тоже спорно. Можем это же там победить, как повезет. Ну, в общем-то, это топовая команда земли. О, ну это... Блин, он сразу... Почему? Почему я хочу показать? Я хочу с вами посражаться. Блин, ну это неинтересно. Нафига! В общем, видите, в первом ходу ГГ применяет обилку. Дает себе щиты 40 чакры. И сразу же Рок Ли кастует свою обилку. И Рука имеет возможность, но не обязательно ее кастовать. То есть, имеет возможность свой сюрикен кинуть. Чтобы нанести урон и интераптить кого-то. Во втором же ходу кастует свою обилку Уоноки. То есть, получается, что в два хода мы кастуем все свои обилки. И при этом, как бы, еще и бонус урона просто огромный. За счет того, что 40% урона от поля главного героя идет. Ну, то есть, у него там есть такая обилка. А у нас как раз три персонажа земли. То есть, от поля Уоноки идет всем, в принципе, бонус. И от Ирукина... Ирукин бонус распространяется на вот этих вот трех. Кроме... Всех, кроме Уоноки. Здесь мы, скорее всего, победим, но, возможно, и нет. Я надеюсь... Блин. Данза, наверное, сейчас перекастует свое поле. Или нет? Нет, вроде не перекастует. Тогда мы победим, скорее всего. Хотя с Молнией я не люблю общаться. Она противная, довольно-таки. Видите, тут еще и этот Таруны противный. Говнюк. Так. Моего Ли, видите, пытаются убить. Ну, ему-то пофигу на самом-то деле. Ну, блин, сейчас Данза свою обилку будет кастовать. Тут еще и по силе у меня преимущества никакого нет, к сожалению. Блин, это может затянуться. А если затянется, то как бы будет плохо. Ну, хотя бы Данза, кстати, странно, что свой глаз не применил. Или же он применил, но... А, вот он. Он только сейчас применил Найруку. Ты серьезно? Хотя, я думаю, это оправдано. Но мой Ли же. Раз. А, а как он же... А че глаз не сработал? Он же применил его. Или он на себя применил? В общем, как-то странно получилось. Ну, здесь мы, короче, победили. Как вы видите, довольно сильная команда. То есть, и Рука здесь есть, и Данза. И Таруны довольно сильный ниндзя. Ну, только что она для молнии. К тому же, они и так расположены, что у меня довольно сильно такие умно расположены персонажи. То есть, не самая слабая команда. И при этом мы ее слили за пару раундов. Ну, если бы мы ее не слили за пару раундов, и она бы выжила, то она бы, скорее всего, нас убила потом. Потому что урон бы наш уменьшился. Ну, в общем-то, вот такая вот команда. Как вы видите, то есть, все работает. Первые три раунда мы кастуем все свои обилки. При этом, все максимально подогнано друг под друга. То есть, и Рука дает прочности этим главным дамажащим персонажам. То есть, также у нас есть интерап. У нас есть дополнительный урон. У нас есть еще куча бонусов от поля и от остального. А Нокия стоит сзади, что позволяет ему кастовать с высокой вероятностью поля последним. И в таком случае поле никто другой не перебьет. То есть, очень хорошо. Кстати, есть люди, которые, типа, хотят перекастовать твое поле своим полем. И для этого у нас как раз есть и Рука. То есть, вы храните Руку для того, чтобы интераптить тот скилл, который вам очень сильно мешает. И вот эта обилка, на самом-то деле, она не такая уж и плохая. То есть, в первом раунде мы кастуем. И у нее, да, у нее откат 3 раунда. Но, как бы, нашего ГГ, который прямо посередине, его будут все бить. Следовательно, скорее всего, ему заблокируют танкетцу, и мы все равно не сможем ничего кастовать. А так он в первом раунде как раз ее истратил и получил хоть какую-то пользу от того, что он танкует. Так что здесь все просто гениально подогнано. Это, то есть, хорошая ПВП-команда. Всем советую. Это лучшая команда для земли, пожалуй. Ну, там есть еще Сейч Наруто с Ханзой и так далее. Ну, и это неплохо, неплохо. Они имеют место быть. Ну, скажем, да. Я, возможно, кстати, себе Ханза соберу. Тогда и будем думать над тем, какие нам нужны ниндзя. А сейчас я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это лайнап. И всем пока-пока.